Добрый вечер! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях уходящего дня в студии Павел Танин и в этом выпуске. Выше инфляции в России перерасчет пенсии произойдет на месяц раньше. Только на проект нужно доработать. В столице республики прошел митинг против бесконтактной привыкровки охотничьих собак. Праздник для особенных детей в Якутске прошла благотворительная новогодняя акция. Минимальная гарантия по оплате труда в Якутии в новом году составит в среднем 24 тысячи рублей. Об этом в интервью нашему телеканалу заявил вице-премьер, курирующий социальную политику Алексей Дичковский. В части повышения МРОД до прожиточного минимума внесли изменения в отдельные законодательные акты. Документ находится на подписи у главы государства. Изменения предусматривают установление минимального размера оплаты труда с 1 января в размере 85% от величины прожиточного минимума. А с 2019 года законом предусматривается МРОД в размере полной его величины. Кроме того, в начале декабря Конституционный суд России принял решение, в соответствии с которым минимальный размер оплаты труда и минимальная заработная плата в субъектах не должны включать в себя северные коэффициенты и надбавки, как это делалось ранее. Эти два решения в корне действительно меняют ситуацию по минимальной заработной плате. Это очень серьезный шаг к борьбе с бедностью в нашей стране. Это действительно окажет серьезную материальную помощь или, скажем так, за заработное плате изменит ситуацию с точки зрения повышения доходов на население, особенно тех, кто получает маленькую заработную плату. Понятно, что будут определенные нагрузки и на бюджет республики, будут определенные затраты с точки зрения фонда оплаты трудовых предприятий, но я считаю, что это очень правильное решение. Пенсии пересчитают на месяц раньше и выше инфляции. С 1 января страховые выплаты у неработающих пенсионеров увеличились почти на 4%. Об этом сообщает официальный сайт Пенсионного фонда России. За счет индексации средний размер пенсии по стране составил 14 тысяч рублей. Кроме того, размер выплат пересчитают не с 1 февраля, как раньше, а с 1 января. Законопроект об этом приняла Госдума сразу в трех чтениях 15 декабря. Индексация касается получателей практически всех видов пенсий, но не касается, как и в прошлые годы, работающих пенсионеров. Якутия получит свыше 200 миллионов рублей на ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка. Напомним, в конце декабря президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого ребенка. Право на нее имеют родители, чей первенец родился после 1 января 2018 года. Размер среднедушевого дохода семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. А еще в 2006 году правительство страны поставило задачу помочь молодым семьям обзавестись отдельной квартирой, а может и домом. В Ленском районе с программой успешно справляются. За несколько лет сотни семей получили жилищные сертификаты и стали обладателями собственных квадратных метров. Подробности далее. Ирина Каратаева – одна из тех, кто получил жилищный сертификат по программе обеспечения жильем молодых семей. В очередь, как нуждающаяся в жилье, Ирина встала в 2014 году. А в этом году она получила долгожданный сертификат на 750 тысяч рублей. Приобрели двухкомнатную квартиру. Немножечко сейчас сделаем косметический ремонт и можем переезжать с ребенком уже в обновленную квартиру. В этом году, помимо Ирины, сертификаты получили еще 48 семей. Из бюджетов различных уровней на реализацию программы было выделено 57 миллионов рублей. У нас был очень хороший год в этом году. Нам дали деньги вовремя, в соответствии с бюджетным кодексом. Все программы у нас в этом году успешно реализовались. Можно сказать, на 100%. В честь года молодой семьи федеральных средств у нас было в два раза больше, чем обычно. Чему мы были, естественно, рады. И благодаря этому мы обеспечили жильем необычно больше семей, чем в прошлом году. Социальные выплаты ежегодно индексируются. Учитывается рыночная стоимость квадратного метра. Размер выплат зависит от количества членов семьи и колеблется от 750 тысяч рублей и до 2 миллионов. Это для многодетных семей. На 2018 год уже принял бюджет, где предусмотрены затраты и на дальнейшую реализацию программы. Помимо этого, главой района определены приоритетные направления, на которые в основном будет направлена работа районной администрации. В первую очередь, наш ремонт всех дорог городских. Мы хотим в этом году комплексно весь город отремонтировать, провести дороги в порядок. Это первое. Второе, это опять, скажем, у нас сейчас идет программа строительства, скажем, спорткомплекс нашего, это бассейн и ледовый дворец. Хотим, насколько возможно, ускорить проектно-смертную работу и запустить пораньше, сразу в этом году запустить уже работу. Немалые средства будут вложены в ремонт и оснащение школ. Планируется начать строительство школ в селе Талон и Натора, а также жилья для работников бюджетной сферы. Светлана Балеева, Виталий Андреев, НВК Саха, Ленск. Якутские охотники выступили на митинге с просьбой пересмотреть законопроект о бесконтактной притравке. Соответствующий документ приняли в Госдуме страны еще в прошлом году. Однако в Совете Федерации его посчитали непродуманным до конца и отправили на доработку. Как отметил зампредца Феда Владимир Лебедев, закон направлен на уничтожение охотничьего хозяйства и собаководства. Тему продолжит Серглана Захарова. Травля медведя – это не развлечение, а тренировка собак, говорят охотники. Четвероногий друг, который не будет знать, как ведет себя дикий зверь, может просто испугаться хищника уже во время настоящей охоты и подвергнуть себя и хозяина смертельной опасности. Если собака конкретно будет пугливой, чтобы узнать заранее, пойдет ли она на большого медведя, то есть в лесу, если при встрече с настоящим медведем, не убежит ли она в лес. На митинг приехали охотники с разных районов республики. Для жителей сел и деревень охота – неотъемлемая часть жизни. Охота для нас имеет очень большое значение. Мы, жители села, не можем без нее. Добыча пушного зверя приносит заработок. Если лося добыл, то всю семью можно прокормить. Охота нас кормит, одевает. В тундровой части Аллаихи, оленеводы, где у них магазин? Если даже райцентр Чокурдак приедет, у бедного оленевода денег столько нет, чтобы купить продукты, а там продукты, насколько мы знаем, очень дорогие. Даже некоторые говорили, что магазинов продуктов много, пусть покупают. Отмечу, что закон предполагает не полный запрет на травлю, а более гуманный, как говорят его авторы, неконтактный метод через сетку или стекло. Поводом для беспокойств послужила информация от зоозащитников о том, что зверей в притравочных станциях содержат в тесных клетках, специально морят голодом, перед встречей с разъяренными псами, вводят им транквилизаторы, вырывают зубы и когти. Однако представители якутских охотничьих хозяйств говорят, в интересах самих собаководов, чтобы подсадные звери были здоровыми. Естественно, каждый уважающий себя охотник, он не будет такого больного медведя выпускать, допустим, на работу. В республике действуют на сегодня две такие испытательно-тренировочные станции. В них содержат только медведей. В других же городах России встречаются и лисы, и кабаны, и другие дикие животные. Не окажутся ли они вне закона? К рассмотрению документов в Совете Федерации было решено вернуться через месяц. Сарглана Захарова, Григорий Охлопков, НВК Саха, Якутск. Почти 30 детей с ограниченными возможностями здоровья получили подарки от Деда Мороза в Якутске. В одном из ресторанов города для них провели утренник. Праздник инициировала хозяйка заведения, заручившись поддержкой добровольцев. Они, в частности, исполнили роли всех сказочных персонажей. Игры, сладкие угощения и подарки – все это стало возможным благодаря участию неравнодушных горожан, в их числе крупной и не очень компании. Эти денежки пошли, вы позднее увидите шоколадные фонтаны, фонтаны с соками, сладкая вата, фрукты для деток закупили. А подарочки, кто-то привозил по одному подарочку, кто-то два. Очень сильно привозили в ВКПХ. От них самый большой сбор. Всего на праздник пригласили 70 ребятишек. Это и дети из районов республики. Но не все из них смогли прийти на праздник. Однако свои подарки они обязательно получат из рук Деда Мороза. Другим темам в Якутске чемпионат школы высшего спортивного мастерства впервые провели по новым правилам объединенного мира борьбы. Лучших выявили в 10 весовых категориях. Всего на ковер вышло 132 борца. Чемпионат проводят для того, чтобы оценить, в какой форме находятся борцы, и для того, чтобы поддерживать соревновательный вес. В тяжелых весовых категориях победу одержали Баир Укоев, Василий Винокуров, Кузьма Осиевцев. В средних весах первые места заняли Игорь Сафранеев, Сафрон Сафронов, Герман Устинов, Константин Власов. В легких весах в упорной борьбе Егор Пономарев, Нюргун Александров и Федор Постников стали чемпионами соревнований. После этого мы начинаем учебные тренировочные сборы к турниру Миндиашвили в Красноярске, а также к участию в Яргинском турнире. Итог чемпионата школы высшего спортивного мастерства от лидеров. И видно, что надо поработать. Лучший отдых – это смена деятельности, так считают многие. Одни приводят в порядок домашние дела, другие навещают родных, а кто-то решил посвятить, как на новогодние каникулы, активному отдыху и культуре. Физкультура и спорт, театральные постановки, в Алдане выбор богатый. Что предпочитают горожане, расскажут наши корреспонденты. Спорт в семье Глотовых любят все. Семейные забеги на лыжах и спринтерские мини-соревнования – любимые развлечения для родителей и школьницы. Глава семьи Александр с детства на лыжах. Аня в мастерстве почти догнала папу. Я очень люблю лыжи, на каникулах стараюсь здесь быть каждый день. Сам занимался сейчас племянник, занимается почти на профессиональном уровне. Дочь вот приучил, тоже на лыжную базу ходит, занимается. Отец все время занимался лыжами. Ну, любим, по выходным всегда гуляем. Зимний спорт стойко держит лидирующие позиции в активных видах отдыха. Инвентарь приобретать не обязательно. При центре лыжной подготовки работает прокат. Лыжные гонки популярны не только у алданцев. Выходные в Высокогорье предпочитают провести жителей из многих уголков Якутии. Гости у нас бывают в городе Нерингри. С Ликудска очень любят приезжать, так как у нас снега очень много. Ну и, соответственно, все города Алдана и района приходят кататься на лыжи. Женщины предпочитают посвятить зимние каникулы здоровье и красоте. Полуторачасовое занятие фитнесом сжигает до 800 калорий. А это примерно 200 грамм конфет или большая миска, заправленного майонезом оливье, обязательного на новогоднем столе. Женщины, которые ко мне по многу ходят, они прям скучают. Вы видите, сколько народу пришло. Потому что человек привыкает к физической нагрузке. И когда ее нет, они прям болеть начинают. Фитнес для жительницы Алдана не просто физическая нагрузка. Это общение и позитивный настрой. Повезло с тренером, говорят девушки. Она не только оттачивает технику комплекса упражнений, но также подает пример жизнелюбия и активности. Я даже похудела на 10 килограмм. Поэтому сегодня, как бы 3 января, мы почему здесь? Потому что от нее такой задор, что нам уже не хочется не есть ни салаты, ни конфеты, никакое не оливье. Насыщенными каникулы становятся и для детворы. Новый год в стенах театра юного зрителя начался веселой кутерьмой. Абонементы приглашают на спектакли и сказки, викторины и игровые программы, рождественский концерт и встречу Старого Нового Года. С творцами Милипомены, мальчишкам и девчонкам скучать не придется. Татьяна Вахнина, Сергей Супачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан. Такими событиями нам запомнится уходящий день о том, что будет дальше. Как всегда, расскажет Якутия. А также все материалы и прочие актуальные новости всегда можете найти на портале nvkonline.ru. Я на этом прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok